Добрый день, коллеги! Меня зовут Денис Силаков, я работаю в компании Virtuoso. А здесь я буду рассказывать про некоторые аспекты нашей открытой инкарнации, которая называется OpenWZ, и более конкретно про OpenWZ версии 7, который вышел год-два уже назад. Но, как выясняется по общениям с пользователями в рассылках, на форумах, далеко не все на самом деле представляют, чего такого нового там появилось и чем они могут пользоваться по сравнению со старым OpenWZ. И для начала немного, собственно, проблематики, о чем вообще здесь будет речь. Речь будет о том, как нам завести, во-первых, свеженький контейнер. Проблема, она известная, вы создаете какой-нибудь контейнер или виртуальную машину, но, как минимум, вы обычно хотите, чтобы там была установлена операционная система. Можно это решать традиционными способами, примонтировав ISO-шку к виртуалке, запустившись, поставив систему, либо по сети ее поставив. В случае контейнера вы можете примонтировать просто образ диска контейнера и туда просто пэкч-менеджером что-нибудь напихать. Но все такие действия, они довольно долгие, занимают, ну, как минимум, несколько минут, а то и больше в зависимости от того, что вы соберете туда напихать. И есть давно известный проверенный способ, как быстро подготовить въемку или контейнер с готовой операционной системой или просто с готовым наполнением. Это просто взять и создать некий шаблон образцовую виртуальную машину или контейнер и при создании нового контейнера просто его клонировать. А в случае контейнера это вообще очень просто выглядит. Вам достаточно взять имеющийся файлик с образом файловой системы, склонировать его для контейнера, то есть просто скопировать в нужное место, сгенерить конфигурацию, какая у вас там потребуется в вашей системе виртуализации, и, в принципе, все, контейнер готов, это там занимает, ну, сколько займет время копирования файла на вашем диске стока, будет создаваться контейнер. Обычно этот контейнер небольшой, а там за минуту можно этих контейнеров десятками или сотнями даже клепать. В OpenWZ есть несколько типов контейнеров, я о них чуть подробнее попозже дальше расскажу. Используются они очень просто. Во-первых, вы можете создать готовый контейнер из шаблона с предустановленной операционной системой. Ровно так, как я на предыдущем слайде упомянул, просто вам будет скопирован образ диска. Для нового контейнера подложим, и сгенерена конфигурация контейнера необходимая. Вот так это с помощью утилитки WZ-Stale выглядит. Мы в параметре OS-Template просто передаем имя шаблона, который мы хотим использовать. WZ-Stale там уже дальше сам разберется, что я могу взять, откуда скопировать, при необходимости он там из интернета что-нибудь накачает, пакеты Centaseo, и сделает вам контейнер. Помимо установки операционных систем, у нас есть возможность устанавливать, удалять, обновлять приложения. Либо стеки приложений. Для таких случаев у нас есть два сценария. Во-первых, можно заранее создать тоже образы дисков с системой и уже предустановленным стеком приложений. Например, там Centaseo с MySQL, с Appatch, в общем, с Lamp. Можно заранее создать такой образ диска и потом скармливать его WZ-Stale. Можно использовать отдельную утилитку WZ-PKG, которая запускается на уже работающих контейнерах. Она выступает чем-то типа стороннего внешнего Package Manager. Она может вам в контейнер и ставить пакеты или группу в пакет. Тут хотелось бы немножко остановиться на истории и OpenWZ, и самой Виртуозы. Три года назад здесь выступали мои коллеги Паша Емельянов и Сергей Бронников. Они рассказывали о том, что такое OpenWZ 7. На тот момент это было, что такое будет OpenWZ 7. И основной постулат Виртуозы OpenWZ 7 состоял в том, что в седьмой версии мы по возможности перенесли весь код с коммерческой Виртуозы, который можно открыть в OpenWZ. До этого довольно долго OpenWZ и коммерческая Виртуоза были какие-то немножко параллельные вселенные. И даже там, где утилитки назывались, казалось бы, одинаково, на самом деле они под капотом были абсолютно разные часто. Так оно длилось довольно долго, потом было принято решение хоть как-то это унифицировать. Ну, унифицировали это довольно мощно иногда, не в пользу наработок OpenWZ это получилось. Но, тем не менее, что есть, то есть. Сейчас OpenWZ это фактически открытое подможество Виртуозу. То есть сама Виртуоза 7 это, можно сказать, OpenWZ плюс всякие коммерческие закрытые наработки. В плане открытой части нет практически никакой разницы, по-моему, не должно быть. Есть только случайно. Значит, в старом OpenWZ тоже были шаблоны. Там были уже тоже очень давно. Собственно, они сейчас там лежат у нас на официальных сайтах. Есть шаблончики официальные, есть неофициальные, которые пользователи клипают. Есть утилитка там тоже WZPKG, которую там еще Кир Колышкин давно писал. Содержит в себе проект WZPKG. Тот содержит утилитки, обертки для RPM и Yama. Вот с помощью вот этих скриптиков можно готовить было, собственно, шаблоны для старого OpenWZ. В случае OpenWZ это шаблон, это просто торгул, можно сказать, с образово файловой системы, которая подкладывается к контейнеру. В то же время в виртуозе, в старой до седьмой версии, уже были как шаблоны операционных систем, так и шаблоны приложений. При этом шаблон в виртуозе — это вовсе изначально не готовый файл. Это просто набор, скажем так, параметров и скриптов конфигурации для утилитки WZPKG, которая на основе этих параметров на лету на стороне сервера собирает вам образ файловой системы. Собственно, вот те шаблоны OpenWZ Legacy, которые официальные, которые относительно там недавние, на самом деле мы их клепали все вот с помощью вот этой коммерческой утилитки WZPKG и просто результат ее работы в виде образово файловой системы выкладывали на диск, на репозиторию OpenWZ. А в седьмой версии решили вот ту старую утилитку Kira совсем убрать из OpenWZ и засунуть туда WZPKG из виртуоза 6. Правда, предварительно выкинув из нее там тоже кучу вещей, относящихся к проприетарным технологиям, которые в седьмой версии, в общем, были выкинуты из самой виртуоза. Значит, какие типы шаблонов у нас бывают? Как я уже говорил, бывают шаблоны операционной системы, бывают шаблоны приложений. В принципе, теоретически для операционных у нас тоже предусмотрена некая иерархия. Можно сделать базовый шаблон, можно на его основе делать какие-то кастомизации. Не знаю, насколько это что-то популярно, но в принципе так делать можно. И можно делать шаблон приложений. Шаблон приложений, они привязаны к какой-то операционной системе. То есть шаблон MySQL для CentOS 7 и для CentOS 6 — это два разных шаблона. Вот. Как я уже отметил, с седьмой версией у нас шаблон — это не файл с образом файловой системы, а набор конфигурационных файлов, которые мы скармливаем утилитки WZPKB. В принципе, можно скачать пакетик любой или посмотреть на SRC OpenWZ.org, как эти шаблоны выглядят. Там все эти файлики, параметры, они достаточно очевидные, самоговорящие. Там тип дистрибутива, список репозиториев, в которые надо лазить, пакеты, которые из них ставить, скрипты, которые надо выполнять. Вот. И, собственно, набор приложений, набор пакетов приложений, которые надо поставить в случае аптемплита. Вот. Можно это также посмотреть уже установленные в OpenWZ в папочке WZS slash template. Лежат все шаблончики, там же лежат их закешированные файловые системы. Вот. Ну и все конфиги тоже тут лежат. Они вот так в виде иерархических файликов оформлены. Значит, как, собственно, вся эта штука работает. Конфигурационные файлы у нас передаются в пакетах, которые мы называем пакетами шаблонов. Вот тут вот с леса 11x8.664. Исторически они назывались easy templates, и поэтому пакетики с тех пор имеют суффикс easy. Вот. Здесь, значит, содержится описание шаблонов, вспомогательные всякие скрипты. В общем, все настройки. Пакетики эти очень маленькие, там буквально обычно десяток-другой текстовых файлов и все. В дополнение к ним есть такие пакеты, которые называются vzpkg.env. Вот. Они содержат модифицированные пакетные менеджеры для целевых операционных систем, которые мы будем вот здесь вот ставить. Я поподробнее попозже остановлюсь на этом, что мы там модифицируем. Основная суть этих модификаций в том, что мы вот этот вот модифицированный пакетный менеджер, мы его запускаем на ноде, то есть внутри виртуоза. Там apt или dpkg мы запускаем внутри виртуозы, а он нам ставит пакеты внутрь нашего контейнера. Вот. vzpkg сама по себе утилитка — это вот такая обертка, которая дергает нужный пакетный менеджер, скармливает его в конфиге, параллельно там делает нужные операции с контейнерами, монтирует их, отмонтирует, что-нибудь еще такое творит. И на выходе, если мы создаем образ FST, то, в общем-то, у нас получается в случае openvz7-ploop файлик с предустановленными пакетами. Вот. Вот это есть образ системы, которую можно напрямую подсунуть в контейнер, чтобы его быстренько создать. Значит, о пакетных менеджерах. Значит, vzpkg содержит в себе поддержку, обертки для нескольких разных пакетч-менеджеров, которые немножко модифицированы чисто для того, чтобы быть запущенными со стороны хоста, но отработать, поставить пакеты в контейнер. Контейнер перед этим предварительно монтируется, если мы говорим о создании кэша OS. Либо если мы хотим поставить пакет в уже готовый контейнер, то, соответственно, уже работающий готовый контейнер, то, соответственно, нужный пакетный менеджер лезет в этот контейнер и там делает нужные операции. В связи с этим в пакетные менеджеры приходится добавлять некие небольшие обычные изменения, связанные с тем, что там чрутнуться надо в нужное время в директорию с контейнером. Возможно, надо поплясать со всякими идентификаторами группы пользователей, потому что мы работаем со стороны сервера, и в некоторых местах может оказаться, что сейчас мы там притащим уиды, гиды с сервера, а не изнутри контейнера. Для работающих контейнеров, чтобы там чего-нибудь делать, мы иногда просто дергаем в ZCTL, чтобы она нам, собственно, какую-нибудь командочку там внутри контейнера сотворила. Вот. Потом там влокнуты всякие костылики на тему игнорирования некоторых ошибок. Вот. Иногда там бэкпортятся какие-то патчи из upstream этих пакетч-менеджеров, которые там самим пакетч-менеджерам, видимо, не очень мешают, а вот конкретно при контейнерах, а для контейнеров могут стрелять очень опасно. Потом, например, из типичных изменений часто приходится какие-нибудь таймауты для локов вводить, потому что какие-то там, во всяком случае, старые пакетные менеджеры могли при неудачном стечении обстоятельств просто вечно висеть в ожидании лока. На сервере, который там клепает контейнеры, как бы не очень хорошо уж, ну, не нравится, ну, помри там через таймаут, ладно уж. Вот. Главная фича этих вот модифицированных пакетных менеджеров, что мы их обновляем на самом деле очень редко. То есть пока мы с помощью нашего модифицированного там опта можем делать, работать с контейнером Ubuntu, мы его, в общем-то, не трогаем. Да, то же самое с Ямл, ДПКГ и прочими друзьями. Вот я виртуоз там четвертый год работаю, за все это время, по-моему, нам, собственно, только один раз понадобилось переделать обертку именно для опта, когда в бунтских репах там новые метаданные появились, которые старый апт просто не переваривал. Все, а так, по возможности, они там торчат старые. Вот патчики какие-то можно бэкпортить, но просто так переезжать на новую версию как-то никто не любит и не делает. Да, ну, вот этот слайд я уже фактически рассказал. То есть в ДПКГ есть поддержка РПМа, яма зиппера и ДПКГ с Абгетом. То есть мы поддерживаем из операционных систем от всяких сюзи с леса, Федора Центоса самой с собой и Дебиана с бунтами. Вот это такой официальный набор поддерживаемых виртуоза пакетах систем. Ну и, в принципе, если что-то хочется сюда добавлять, делать это можно, но насколько просто, я не могу оценить. Зависит, наверное, от Пепч-менеджера. Значит, при создании контейнеров, как я уже говорил на первом слайде, мы просто передаем имя шаблончика в параметре host-template командам vz.stl, либо prl.stl, которая там в 7-ой виртуозе в OpenWZ 7 появилась из виртуоза. Эти уже утилитки сами разбираются, как им там в ZPKG позвать, не позвать, смотрят, есть ли у них уже готовый кэш. Для этого шаблона нету, создают сами и так далее. В общем, для пользователя все достаточно прозрачно. Попросил контейнер с центом 7. Через пару секунд будет контейнер с центом 7. Также vz.pkg можно использовать напрямую как некий такой универсальный пэккедж-менеджер, которому все равно, какая у вас операционная система внутри контейнера стоит. То есть мы можем через vz.pkg install управлять пакетами внутри контейнеров. Вы можете сказать, в vz.pkg там update mysql куча контейнеров, а он там сам разберется, что у него внутри этих контейнеров. Там Ubuntu, DBA, Nacentos, и чего ему надо для этого позвать. В роли такой автоматизации можно использовать. Соответственно, поскольку у нас в настройках шаблонов указываются репозитории, которые можно использовать, то vz.pkg может вам и из репозитория вкачать пакет, а может вставить локальный. Значит, тут хотелось бы сказать немного слов о том, откуда вообще исторически эти шаблоны приложения взялись. С одной стороны, удобно было иметь утилитку, которая оперирует с приложениями в контейнерах, независимо от того, какая операционная система у вас в контейнере стоит, ну, в смысле, какой дистрибутив. С другой стороны, когда вся эта штука писалась, еще не было в яме никаких там групп пакетов и всего прочего. Вот. Если пользователь хотел поставить stack lamp, ему надо было идти и честно ставить несколько пакетов, а то и десяток пакетов. Там Apache с кучей модулей, Muscle, PHP и так далее. В свое время вот это WZPKG решил введением шаблонов приложения, то есть можно сделать шаблон приложения lamp, перечислить там все пакеты, которые в этот lamp входят, и он их там сам доставит. Со временем появились там, да, в яме группы install всякие, и мы думали, что, возможно, шаблон приложения-то уже больше не нужны, но потом оказалось, что ими активно пользуются кастомеры, и пришлось их оставить и до сих пор поддерживать. Но, видимо, действительно кому-то удобно. Значит, WZPKG достаточно напрямолинейно при определении того, какие у вас шаблоны установлены в контейнере. Собственно, он считает шаблон установленным, если установлены все пакеты из его списка. Это надо иметь в виду, если вы составляете список пакетов, особенно для Ubuntu это бывает актуально, и у вас среди этих пакетов есть какой-нибудь абстрактный провайд, а не физический пакет. То есть вы напишите PHP, apt-get install вам поставит там PHP 7.0, а при попытке спросить, пакет PHP у меня стоит или нет, вам скажут, нет, пакет PHP у меня нет. От этого WZPKG впадет в расстройство и решит, что apt-implit у вас нет. Вот есть такие особенности. При удалении шаблонов из пакетов, опять же, удаляются все пакеты, которые вы явно перечислили, но если какие-то пакеты были притянуты по зависимости, то эти пакеты в контейнере останутся. Это тоже можно иметь в виду при создании шаблонов. Иногда имеет смысл зависимости тоже явно перечислить, чтобы WZPKG в случае чего подчистил. У этой штучки есть несколько конфигурационных файлов, довольно маленьких. Ничего там особо настраивать нельзя. Можно HTTP proxy выставить параметры. Можно задать список пакетов, которые всегда будут игнорироваться. Иногда бывает полезно параметризовать пути к репозиториям. Мы для одного из больших кастомеров поддерживаем шаблоны для SUSE Linux Enterprise Server, а для доступа к репозиториям с леса там надо вводить ключики, которые у каждого пользователя свои. Вот такие ключики можно с ней передавать. Немножко попробовали позаботиться о пользователях Legacy OpenWZ старого. Вот у нас есть скриптик, который при наличии старого шаблона вот того самого торбола, который лежит у нас там в репозиториях OpenWZ, которые пытаются угадать, что ага, у меня вот торболич кто-то такой есть, как бы мне сделать вид, что это вот новый шаблон Virtuos 7. Собственно, там главная загвоздка в том, чтобы сделать конфигурационные файлы, чтобы WZPKG считал, что вот у него такой шаблончик есть и зарегистрирован, что ли, потому что физически переиспользовать тот самый образ файловой системы никаких проблем нет. Единственная проблема это создать нужный набор конфигурационных файлов, информации о которых в Template Star в общем-то не было. Ну и там идут некоторые шаманства на тему угадать по имени пакета, по имени шаблона, что там собственно внутри этой штуки лежит. Вот. Но если вдруг есть выбор подсунуть старый шаблончик напрямую или сделать новый, то лучше, конечно, сделать новый. Вот. Делать новые шаблоны в принципе достаточно просто, если вы делаете шаблон для уже поддерживаемой операционной системы. Достаточно посмотреть в гид, там взять любой готовый шаблончик, там в принципе все понятно. Названия файлов говорят обычно сами за себя. Вот. И чтобы сделать там из Ubuntu 16-й шаблон для Ubuntu 18-й обычно много сил не требуется. Вот. Но если что-то хочется радикально нового, есть у нас такая утилитка в izi.mk.temple в пакете vizi.tt.build который можно уже в более таком формальном формате описывать, что вы хотите сделать, какие там файлики вам надо сгенерить и все такое. Вот. Есть у нее некие сэмплы, примерчики. Вот. Можно их посмотреть. Я на своем веку ни разу этой штукой не пользовался. То есть вот все шаблоны, которые мы делаем последние три года, мы их обычно просто копипастом предыдущих делаем с нужными модификациями. И, собственно, к вопросу о том, где найти исходники. Вот. WZPKG у нас лежит в отдельном проекте в основном проекте OpenWZ. Шаблоны лежат в отдельном проекте, который так называется OpenWZ templates. Вот. Если кто-то хочет заполучить вот эти модифицированные пакетные менеджеры наши, в силу специфики наших сборочниц, мы их до сих пор как-то никуда наружу не выложили. Я надеюсь, что скоро мы где-нибудь их все-таки пристроим. Но если очень срочно хочется, то я просто могу прислать. Вот. Вот на этом, в принципе, все. Спасибо. Гнетущее молчание сопровождает технологию, что у него… Вот, здесь кто-то, кто-то. Давай, спасай. Хочу что-то спасать. Но с одной стороны спасибо, что продолжили дальше, с другой стороны я вот сейчас вот смотрел чуть выше слайды и прикидывал с одной стороны сколько вам мороки вот с этими форками, да, ну, собственно, частично ты же ее и описал. Вот. С другой стороны то, что не было описано, это вот, собственно, что требуется для добавления поддержки любого проекта теперь для его… возможности его контейнеризации, вот, без использования легаси и шаблонов. Вот. Грустно это все с учетом еще того, как мне кажется, возможно, зря кажется, что вы пытаетесь вот с таким интерпрайзным подходом нагрести слишком много, а потом его тащить трудно будет. То есть это получается, вот, скажем так, как я применял OpenWZ, ну и до сих пор местами применяем, это я выпекал шаблоны с использованием, так сказать, своих средств по сути управления конфигурацией и потом минимальными усилиями их разворачивал. Вот. Сейчас мне придется догадываться о том, как лучше скормить исходные данные новым неисправимо улучшенным утилитом, а вам приходится догадываться о том, ну иначе, как из моих данных от реверси, так сказать, то есть чего они произошли. Вот. Это, честно говоря, грустно, но что с этим делать, я пока не знаю. У меня пока вот из того, что вот просто вот как бы вот бегом пробежало в голове, это если бы вдруг получилось вот для, там, например, того же Эльбруса, да, брать старую ветку со старыми утилитами, но с другой стороны тащить два более-менее полноценно живых и развивающихся, если бы вдруг такое стрельнуло, при этом существенно отличающихся именно по ключевым утилитам вроде ВЗКТЛ проекта, это, по-моему, еще хуже. Вот сижу я теперь весь задумчивый. Во всех спасибо. Ну смотри, пара комментов на самом деле. В плане поддержки форков вот этих пакетных менеджеров, в принципе, это да, достаточно с одной стороны геморренно переносить патчи, с другой стороны это делается очень редко, и по-хорошему, если там эти патчи еще по-ревью, скорее всего, еще много чего можно выкинуть. То есть там история этих штук, она там длится 15 лет. То есть там коммит моего преподавателя, который у меня там в институте вел семинар, и параллельно что-то туда коммитил 15 лет назад. Многое там уже, ну, что-то чистили, многое чистили, когда там убирали всякие куски, которые из проприторщины работали, Virtuos 6. Но наверняка многое еще можно убрать, просто никто не суется, работает, не трогай, вот из такого принципа. Сейчас эти форки поддерживаются. Насчет того, всосать там, скажем, старый шаблон, в принципе, больших проблем нету. То есть эта штука, шаблон от OpenWZ Legacy переварит вполне успешно. В крайнем случае, да, мне надо будет чуть-чуть, наверное, руками что-то полазить, если она не разберется. Проблема твоя, ты все правильно озвучил, что тащить то, сё, это действительно тяжело. Собственно, поэтому Virtuos 7. версии взяла и существенную часть наработок просто перенесла напрямую из из коммерческой версии в OpenWZ, потому что там действительно уже была совсем странная ситуация, когда они вроде как считаются, что OpenWZ это открытая версия Virtuos, а по факту это уже такие идеи, параллельные штуки, которые сами по себе развиваются, как-то не очень стыкуются. И человек при переезде там с OpenWZ на Virtuos обнаруживает, что у него ZCTL вроде как называется так же, а вот работает он совсем не так. Вот, но вот Virtuos в свое время да, решила это вот таким путем, не совсем в пользу OpenWZ. поскольку я в Z никогда не пользовался, насколько я помню, в плане администрирования, то мне тут, конечно, сравнивать не годится, то есть, что куда продвинулось и что тут вам виднее, конечно, что была мерзия. Ну вот, да, спасибо. Миша, я маленечко тебе подскажу, у меня есть успешный опыт, алло, у меня есть успешный опыт конвертирования утилитой OVZ-темплейта legacy шаблонов, так называемых вот этих вот кэшей шаблонов. То есть, я твоими инструментами создал новый legacy шаблон для P8, новый legacy темплейт и утилитами конвертирования сконвертировал это все в P-Loop шаблон, ну, контейнер и, в общем-то, успешно его запускал. То есть, это возможно сделать, то есть, не совсем очевидно, потому что у нас в связи с тем, что в ZPKG нету поддержки apt-rpm, соответственно, как таковой ZPKG нам абсолютно не нужен, он нам совсем никак не устраивает, но возможность конвертирования для гасеи шаблонов, изготовленных самостоятельно, она есть. Я, в отличие от Миши, очень активно пользовался OpenVZ. Непрерывно последние 10 лет. Можно что-нибудь сказать о будущем, каком-нибудь там OpenVZ 8? И какое движение вот в сторону того, чтобы различия в ядре терялись? Различия в ядре? Да. Тогда я прошу прощения заодно, если вы получили говорить, планируется ли поддержка других аппаратных платформ, но хотя бы наконец с И4-го этого? Про другие платформы аппаратные не слышал вообще ничего ни разу. А таких? В смысле поддержки, да? То есть, поддержка не планируется ни в каких наших там родмапах. Я такого не видел. Вот. Возможно, если там как-то… Ну, Virtuza в основном коммерческая большая штуковина все-таки, да? И если ее там заманить как-то деньгами, она будет шевелиться. Вот. Возможно, нужно исходники просто скомпилировать. Да, оно в это обычно упирается. Мы обычно так делаем. Насчет уменьшения объема кода дифа с ядром. Этот процесс идет непрерывно. Я вот не очень, кстати, знаю, какой там был диф OpenVZ-шного ядра. В Virtuos 6-ом уже в коммерческом диф был просто колоссальный. Там мегабайт 8, что ли, текст-то, патчей было. В 7-ке его там до 3-х порезали где-то. В частности, за счет переноса части функционала в юзер-спейс. Ну, вот Крио, контейнер, чек истории на юзер-спейс. Это переписанная штука, которая в Virtuos 6-ой была зашита в ядро. Вот. Например. Это был очень здоровый кусок, вот тут выпилили, сделали open-source переписанным заново. Значит, насчет OpenVZ 8 и Virtuos 8 тут все довольно просто. Мы сейчас ориентируемся на архел-8 и его ядро. То есть, уже довольно долго Virtuos 8 ориентируется на ядро Архела. В первую очередь из-за поддержки оборудования, чтобы было понятно, какое железо мы поддерживаем, какое нет. Собственно, в прошлом году мы здесь с коллегами вашими обсуждали тему попробовать заводить Virtuos 8 на ядрах поновее. У нас такие эксперименты тогда ребята делали и, в принципе, что-то там на ядре 4.14 даже заводилось. Но на данный момент оно там в состоянии proof of concept так и осталось. Сейчас оно не идет пока никак. Так, а вот какие-то все-таки есть такое движение, что какие-то компоненты вошли в ядро в AppStream. Не в UserSpace переехали? Нет, конечно, патчи в AppStream по мере возможностей они туда добавляются. Да. Нет, это давно. Я имею в виду вот сейчас. Нет, только сейчас на Namespace они тоже там активно пилятся, перепиливаются и вовсе не обязательно. Да, что мы там что-то патчем. То есть бывает, что смотрят ядерщики наши в AppStream и решают, что в AppStream оно сделано вообще даже теперь интереснее и лучше. И мы просто переезжаем на то, что сейчас есть в AppStream. А вот это 4.14, вы говорите, такой бранч есть в репозитории? Кстати, да, вот если на src.opnvz.org зайти в The Kernel, там, я думаю, должен быть даже бранч открытый. Я посмотрел, там все очень так слабо двигается в последнее время. А, ну да, он дошел до стадии эпоха, что-то запустилось там. У меня последний вопрос. Проект не умер? Который? Ну, OpenVZ. Не, не, не. Просто так его никто не похоронил. Вот смотри, когда вы с 4.14 игрались, там же, собственно, плуп-то нету, поэтому 4.14 работает на CMFS. То есть есть в конце, можно? Да, и вот я, кстати, не знаю, потому что когда-то были планы плуп там запихнуть как раз в AppStream, чтобы он там был в AppStream, но вот что-то с этим как-то все заглохло, и может и правда там в каком-нибудь будущем к CMFS опять в жизни. Есть просто некоторые пользователи, которые очень любят и не мыслят себя без CMFS. По поводу CMFS, а вот насколько я знаю, в 4.14 CMFS просто, да даже в седьмой витке ядра не поддерживает квоты для контейнеров. Не поддерживает. Что? Не поддерживает. Ну, как бы CMFS в таком состоянии, начиная с семерки, что что-то завелось, и ладно. То есть мы же его нигде не используем в продакшене, на самом деле. Вот в семерке все на плупах. CMFS это там фактически как-то заглушка, не заглушка, ничего он сам по себе не умеет особо. А вот все то, что вы рассказывали, в какой мере применимо к созданию образов, шаблонов, не знаю, как правильно назвать, не только контейнеров традиционных, опановозаэтных, но и виртуальных машин, которые тоже к виртуал заметят какое-то отношение. Нет, к виртуалкам вот эта штука вообще никак не применима. То есть вы планируете, чтобы это были разные инструменты, не похожие друг на друга? Смотри, сейчас вот мы, например, с OpenStack активно игрались, там в OpenStack все довольно по-другому. Там все свое и по-другому. Да, на месте такая, например, утилитка диско-имидж-билдер, которая клепает кукао-имиджи для Акему. Иногда она и сама клепает, иногда делает вид, что клепает, на самом деле утягивает там для CentOS официальную кукавку, там ее переделывает. То есть там, в принципе, все такое есть, этим даже можно пользоваться, но вот с этой штукой она вообще ничего общего не имеет. Понятно. Спасибо. Так, последние вопросы. Вопросы. Есть ли вопросы? Вопросов больше. Сзади? Где сзади? А, вот. По поводу плупа. Когда я впервые посмотрел на плупом, меня удивило, что нет инструментов для работы с плупом вне OpenVZ. Это очень неудобно. А если нельзя? Поподробнее. Вне OpenVZ нет инструментов для работы? Да. Ну, нету, да. Спасибо большое. Аплодисменты.